Скромная, добрая и обязательно улыбчивая. Именно такой должна быть Снегурочка по мнению Ирины Кених, старшего воспитателя детского сада «Солнышко». В профессии она уже 11 лет и на протяжении этого времени ежегодно примеряет роль внучки Деда Мороза. Когда я поступила работать в детский садик «Солнышко», мне предложили сыграть роль Снегурочки. Но я решила попробовать и ежегодно уже на протяжении этих многих лет «Я играю эту роль. Я думаю, я справляюсь. Деткам нравится. Ждут этот праздник. Вообще, Новый год – любимый праздник детей. А Снегурочка – роль такая ласковая, нежная». В этом году Ирина Кених в своей коронной роли выступила не только перед детьми, но и взрослыми. Коллектив «Солнышко» принял участие в съезде Дедов Морозов и Снегурочек. Вместе с ними своих новогодних волшебников показали еще четыре организации. Библиотека молодежной информационной центр «Лангипаско-Покачевская НПО-сервис» и «Аргос-Сумр». Одни показали старые сказки на новый лад, другие решили пофантазировать и представили свои интерпретации на тему «Однажды под Новый год». Так, например, в постановке сотрудников НПО-сервис был не один, а сразу несколько Дедов Морозов. И непростые среди них были представители разных народов, проживающих на территории города, а также и мастера владения холодным оружием. А библиотека решила и вовсе отойти от классики и создала своего зимнего персонажа «Бабу Мороз». Так как у нас в коллективе нет мужчин, как-то привлекать посторонних, озадачивать мужей, кого-то знакомых, мы решили обойтись своими силами. Как-то это такая изюминка, может быть, фишка нашего учреждения, что мы решили создать. Сами знаете, что у нас в наше время женщина и за мужчину, и за себя, и за всех. Поэтому вот у нас такая идея, что у нас Баба Мороз. Смех и бурные аплодисменты в этот вечер звучали в адрес всех участников традиционного съезда. А вот кто станет лучшим, жюри ежегодного смотра объявят чуть позже, во время открытия новогоднего городка. Алена Валей, Михаил Адвахов, «Наши города». Как хорошо, что ты вернулся!